Важно, чтобы сердца тех, которые имеют власть, были под влиянием Духа Святого. Это возможно только через молитву Церкви, чтобы Дух Святой влиял на их сердца и принимались законы, которые были во благо народу Божьему. Это очень важно, мы должны молиться постоянно. И еще 121 Псалом, 6 стих. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий Тебя, да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих». Через евреев мы получили все духовные богатства. Христос был евреем, апостолы евреи получили. Мы приняли эти духовные богатства. И мы должны благословлять еврейский народ. Бог сейчас собирает его в Израиле. И скоро Бог будет работать там с ними. Бог с церковью работает, среди язычников, и с Израилем работать будет больше и больше. Потому что Он сказал Аврааму, пообещал Аврааму, что его потомки будут особенными. Мы должны благословлять евреев. Всегда благословлять евреев. Потому что есть духовный закон. Благословляющие. Тебя будут благословены. Это евреи. Проклинающие, злословящие тебя будут прокляты. Это духовный закон. Мы должны всегда, как церковь, благословлять. Мы сейчас поморимся с вами. Мы говорили с вами. Мы говорили с вами о молодежи. Брак у вас, да, будет честен. Мы говорили с вами о молитве. Что много молиться на иных языках, шеве свято и чисто. Мы говорили с вами о домашней молитве, о домашней церкви, о домашних молитвах. И сейчас мы придем к престолу благодати. И пусть Господь коснется наших сердец, чтобы мы были детьми благоразумными у Бога. Благословенными. 111 Псалом 1-2 стих. Блажен муж, боящийся Господа. И крепко любящий заповеди его. Семя его пребудет во благо. Мужчины, вот рецепт, который приводит к благословениям семьи. Муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. И потомки его будут благословенны. Мы поморимся, чтобы наши потомки были благословенны. И чтобы наша страна была благословенна. Аминь.